В этом видео мы поговорим об охранной сигнализации на склад. Рассмотрим разные варианты технической защиты складских помещений, от простейшей до продвинутой, расскажем о том, какие существуют виды складских сигнализаций, и что надо учесть при монтаже, чтобы система безопасности реально защищала имущество. Банковским учреждениям, складам и многим другим объектам необходимо усиленная охрана. К сожалению, злоумышленники проявляют большой интерес к местам, где содержатся материальные ценности. Складские помещения обокрасть проще, чем тот или иной банк. Ведь финансовое учреждение функционирует по принципу прежде всего безопасность. Следовательно, охранная сигнализация для склада тоже должна быть на уровне, исключающем пренебрежительное отношение к защите ценностей. Криминальные сводки часто содержат сообщения о воровских нападениях, осуществленных при прямом содействии сотрудников ограбленного предприятия. Выход из ситуации следующий. Доверять охрану объекта можно лишь компетентному персоналу. Благодаря развитию прогресса человеческий фактор можно вообще исключить. Теперь охрана возлагается на технические средства. Они точно и объективно фиксируют обстановку, надежно защищая объекты. Причины для установки сигнализации. Традиционно для охраны складских помещений нанимали персонал, ограничивающий доступ, применяли физическую охрану. По сравнению с ней установка сигнализации весьма целесообразна. Такое решение имеет ряд преимуществ. А именно, повышенная оперативность при реагировании на чрезвычайные ситуации. Эффективное предотвращение хищения и порчи имущества. Фиксация фактов проникновения, что обеспечивает поимку злоумышленников по горячим следам. Установка устройств на территории предприятия не является поводом для увольнения персонала, производившего физическую охрану. Ведь добросовестный инспектор охраны, допускающийся к новому оборудованию, намного эффективнее справится с обязанностями. Охранная сигнализация для склада, будучи современной системой, отслеживает движения и иные факторы, способные нанести вред предприятию. Установленное оборудование гарантирует сохранность ценностей. Стоимость охранной сигнализации. Существует два основных фактора, которые определяют цену системы безопасности. А именно, стоимость различных элементов системы и расходных материалов. Сложность установки и настройки. Ниже предлагаем вам ознакомиться с разными вариантами установки. Обращаем ваше внимание, что расчеты носят ознакомительный характер, то есть предоставлены, чтобы вы могли понять примерный порядок цифр. Для точного просчета необходим визит на объект наших специалистов. Бюджетная проводная сигнализация. Характеристика и короткое описание системы. Данный комплект идеально подходит при минимальном бюджете на установку охранной системы на складе. Будет использован охранный прибор с возможностью подключения двух отдельных зон, шлейфов, что позволит установить датчик открытия входной двери и, например, датчик движения в соседнем помещении, смонтировать датчик открытия окна. Если нет необходимости в наблюдении за дополнительной комнатой или окном, помещение не на первом или последнем этаже, то мы рекомендуем строить данную систему по следующему принципу. Первая зона, датчик открытия двери. Вторая зона, датчик движения, установленный в коридоре. Смонтировав сигнализацию подобным образом, мы сможем исключить ложные срабатывания датчика открытия, так как при реальном проникновении должны будут сработать сразу два шлейфа, дверь открылась, датчик зафиксировал движение. Комплектация и состав бюджетной сигнализации для складского помещения. ППК, прибор приемно-контрольный, датчик открытия двери, окна, аккумулятор для резервного питания, датчик движения, медно-экранированный кабель, светодиоды, расходные материалы. Из работ прокладка кабеля, монтаж ППК и датчиков, регулировка, связывание шлейфов, подключение питания к оборудованию, программирование, синхронизация с пультом централизованной охраны. Цена вопроса чуть больше 150 долларов. Стандартная проводная сигнализация. Улучшенная версия бюджетного варианта. Двухзонный охранный прибор заменен на четырехзонный с клавиатурой, более мощная аккумуляторная батарея. Изменение прибора позволит использовать большее количество датчиков. При необходимости установки большого количества оборудования, много помещений, окон, дверей и уязвимых мест, возможно замена ППК на прибор с 8 или 16 шлейфами. Обращаем ваше внимание на то, что дополнительно можно будет поставить не только охранные датчики, а и например вибрации, затопление, угарного газа, разбитие стекла, детекторы дыма, сирену и так далее. Соответственно вы получите не просто систему, защищающую от воров, но и от пожара и потопа. Комплектация и состав стандартного варианта охранной сигнализации для склада. Оборудование, ППК, пара датчиков открытия, АКБ, датчик движения, комбинированный датчик, кабели расходные материалы, монтажные и пусконаладочные работы. Цена вопроса порядка 400 долларов. Бюджетная беспроводная сигнализация. Характеристика и короткое описание системы. Современная и весьма функциональная охранная система. Управление осуществляется посредством специального брелока, либо установленного приложения на мобильный или планшет. При необходимости можно улучшить бюджетный вариант путем добавления дополнительного оборудования. Увеличение числа используемых охранных датчиков, движения, открытия дверей и окон. Добавление в смету другого охранного оборудования, комбинированный, штора, битие стекла, уличный. Добавить датчики потопа, дыма и температуры. Увеличить число брелоков управления, установить клавиатуру, тревожную кнопку и сирену. Добавить умные розетки и иные элементы автоматизации. Комплектация и состав ППК, датчик открытия, брелок управления системой, датчик движения, работы. Стоимость подобной беспроводной системы составляет около 350 долларов. Прежде чем мы продолжим, чтобы не пропустить новые полезные материалы, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Расчет комплектации. Нужно правильно рассчитать и выбрать оптимальную комплектацию приборов для системы охраны. Имея в виду такой объект, как склад, учитывают следующие особенности. Тип помещения. Ангар из металла или железобетонное, кирпичное здание, бокс, помещение с малыми габаритами. Температура среды в зимний сезон, имеется ли отопление. Зона с наибольшей опасностью проникновения. Именно там нужно установить датчики обнаружения. Выбор типа охранных датчиков с учетом конструкции помещения и вида защиты. Определение места, куда будет отсылаться тревожный сигнал. Это может быть пульт охраны, который направит на склад группу быстрого реагирования или местная охрана. Эффективно включение отпугивающей сирены, психологически воздействующей на злоумышленников. Охранная сигнализация для склада будет оповещать по имеющимся каналам связи владельцев, либо ответственные лица. Определение учреждений, которые поставят объект на охрану. К примеру, управление может производиться с пульта охраны удаленно, по каналам связи. Используется телефон с командами SMS, управлением DTMF и другие мобильные устройства с загруженными приложениями. Спора вызывает число устанавливаемых татчиков. Обычно они располагаются в уязвимых зонах, дверные проходы, окна и другие места. Лучшие, если сенсоров будет больше, хотя это усложнит эксплуатацию всей системы. Стоимость системы и установки охранной сигнализации возрастает пропорционально числу единиц оборудования. Оптимальную комплектацию согласовывают с заказчиком. Есть полезные дополнения к охране. Это видеонаблюдение внутри склада, записи которого можно с легкостью просматривать практически с любого устройства, имеющего выход в интернет. Необходимо определить целесообразность установки охранного оборудования на прилегающей территории. Иногда без этого просто нельзя. Видеонаблюдение на складе, проводимое совместно с охранной сигнализацией, будет рентабельным, снизит стоимость обслуживания от 20 до 80%. Итак, в помещениях размещаются датчики. Управление производится посредством пульта, других приборов, электронных ключей и тому подобного. Тревожное сообщение передается в избранное для приема место, заранее предопределенное при расчете. Виды устройств и комплектация. Сигнализации отличают по методу подключения. Таким образом существуют. Проводные. Беспроводные виды. Оба типа имеют высокую надежность, но проводной вариант также потребует. Прокладки кабелей, которые можно будет скрыть лишь путем закладывания их в кабельный канал, либо благодаря протяжке за подвесным потолком. Источника резервного питания, на случай внезапного прекращения подачи электричества. Вторая, беспроводная. Разновидность может устанавливаться незаметно, а все оборудование имеет свой встроенный источник питания. Существует также разделение приборов по способу передачи сигнала. Автономные, включающиеся при обнаружении движения, как следствие вторжения на объект. Но не снабженные функции передачи извещения на охранный пульт. Подключаемые к панели службы охраны, пультовые, передают сигнал тревоги, вследствие чего оперативная группа делает выезд к месту происшествия. Вариаций для составления комплектации достаточно, чтобы правильно подобрать требуемый набор устройств. Берутся на рассмотрение пожелания заказчика и выделенный бюджет средств. Обычно система состоит из центрального контролирующего прибора, средств управления, клавиатура, брелоки управления и т.д., датчиков движения, открытия и другие. Дополнительная комплектация состоит из Датчика, улавливающего дым, камер видеонаблюдения, скрытых микрофонов, сирен, динамиков, тревожной кнопки, приборов, фиксирующих вибрацию и попытки разбить окно, иных приборов. От верного расположения сенсоров зависит эффективность функционирования системы. Чаще монтаж делают в области проемов окон и дверей, пространствах, отведенных под погрузку и выгрузку, а также по периметру объекта и в других местах повышенного риска. Человеку, не имеющему специальной подготовки, практически невозможно спроектировать систему с учетом всех технических правил. Какая нужна сигнализация? Склад, где хранятся товары иные материальные ценности, представляет собой важнейшую часть торгового предприятия. Подобный объект относится к фактору риска, ибо подвергается значительной опасности нападения грабителей, воздействия пожаров или затопления. Этому способствуют следующие обстоятельства. Складские помещения бывают очень велики, в результате чего трудно проследить периметр территории, даже имея в штате несколько охранников. Объект посещается, а каждого визитера нельзя отследить без фиксирующего оборудования. Зачастую хранящееся имущество подвержено опасности возгорания или может испортиться под воздействием воды. Поэтому нужно беречь его от пожаров и затопления. Стеллажи и палеты с товарами располагаются так, что у злоумышленников есть возможность использовать укромные уголки. Виды складских сигнализаций. Технологии и устройства, применяемые для охраны, должны быть максимально современными, представленными в объемной комплектации. К примеру, обязательно включение пожарного оповещения. Целесообразна установка датчиков пара и воды, утечек газа. Надежная защита обеспечивается одновременной установкой трех разновидностей сенсоров. Сигнализация, реагирующая на движение и открытие. Пожарное оповещение. Датчики, измеряющие количество газа или влажность. Подобное оснащение обеспечит ряд преимуществ, как для защиты материальных ценностей, так и по отношению к общей стоимости применяемого оборудования, его монтажа. Лучшим вариантом является решение, согласно которому безопасностью складских товаров занимается пультовая охрана. В связи с большими размерами площадей, сразу найти преступников довольно трудно. Но с этим прекрасно справляется вооруженный мобильный наряд, обеспечивающий задержание злоумышленников. Тревожная кнопка тоже обязательна для ряда случаев. В дневное время нападения осуществляются редко. Но гарантия надежности требует подобного оснащения. Чем лучше владельцу удастся защитить складские помещения, тем сохраннее будет имущество. В комплексе с охранной системой рекомендуется также использовать камеры наблюдения, что позволит следить за объектом и окружающей территорией. Это может делать хозяин помещения через компьютер, смартфон либо служба безопасности объекта. Другой вариант – использование системы пропусков. По желанию владельца на территории устанавливаются шлагбаумы или пропускные сканеры, действующие по индивидуальным карточкам. Желательно, чтобы охранная сигнализация для склада могла работать автономно. Выбирая датчики целесообразно включить все доступные виды. Инфракрасные. Звуковибрационные. Фиксирующие движения. Открывание окон, дверей и сейфа. При подсчете числа единиц оборудования следует учитывать следующие. Количество ворот, дверей, окон. Площадь, нуждающиеся в охране. Размещение стеллажей. Где именно хранится ценное имущество. Рабочее место кладовщика. Размещение сейфа с документацией и денежными суммами. На все указанные позиции рекомендуется установка одного или двух датчиков, камер. После проведения расчетов можно приступать к установке оборудования. Монтаж охранной системы. При намерении произвести самостоятельную установку оборудования, обеспечивающего безопасность, необходимо учитывать следующие. Зона покрытия действия сенсоров и камер видеонаблюдения. Не следует оставлять слепых пятен. Расположение камеры датчиков. Области надзора не должны перекрываться. Правила и последовательность действия относительно монтажа оборудования. Для корректного монтажа и эффективного использования системы, надо иметь большой опыт в данной отрасли. Необходимо решить, какой будет охранная сигнализация для склада, скрытой или расположенной на виду. Ведь воров может отпугнуть даже вид камеры, либо мигающий датчик. Нельзя допускать помех деятельности предприятия со стороны оборудования. Требуется исключить случаи ложного срабатывания. Есть вопросы? Пишите в комментарии к видео. Мы с радостью на них ответим. И не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и дернуть колокольчик. Тогда информация о выходе, нового полезного видео не пройдет мимо вас. Будьте в безопасности. Субтитры сделал DimaTorzok